Продолжение следует... Продолжение следует... Приветствую зрителей канала Адвинтаж. Давайте вспомним последние десятилетия прошлого века. Кто-то 90-е называет лихими, для меня же они ламповые. Так как в 1990 году я только пошел в школу, к тому же рухнул железный занавес и в Россию хлынул поток западных товаров, каждый из которых выглядел для советского человека, чем-то диковинным и местами даже чудесным. В данной программе на протяжении 10 выпусков я составлю краткую энциклопедию рулезов 90-х от Ну Погоди до Сайлент Хилла, от Ace of Base до Вируса и от Утильных Историй до Звездного Десанта. Сегодня у нас 1991 год. С вами Эмрум и я начинаю новое шоу «Мои 90-е». Когда и куда вы не шел ты, ты Риглис Перминт восьми, с истинным мятным вкусом и свежестью Риглис, Риглис Перминт. Настоящий Риглис Перминт. 1 января 1991 года все российские мальчишки и девчонки стали иметь возможность смотреть те же мультики, что и их западные сверстники. На меня это все произвело просто неизгладимое впечатление, таких мультфильмов я раньше не видел. Я не хочу сказать, что советские анимационные фильмы были хуже, просто Уолл Дисней представляет это совершенно другой уровень. Особенно мне нравилось рисовать персонажей, даже в школе меня просили одноклассники нарисовать и им. А если получилось особенно хорошо, то даже становилось обидно, что этот рисунок не остался у меня. Песни из мультиков мы записывали на магнитофон, пытались понять тексты, особенно спетые по-английски. Началось все с Утиных историй и Чип и Дейл спешат на помощь. В нашей программе телесериалы Уолл Диснея Утиные истории и Чип и Дейл спешат на помощь. Утиные истории – один из первых мультсериалов, созданных для программы Disney Afternoon. В США он выходил с 1987 года и содержал 100 эпизодов, не считая полнометражного фильма. Сюжет рассказывает о приключениях мультимиллиардера Скруджа Макдака и его внучатых племянников Билли, Вилли и Дилли в поисках сокровищ и в попытках сохранить сбережения от нападок вездесущих братьев Гавс, Флинтхарта Гломгольда, магики Дегипноз и других недругов. В основе сериала лежат комиксы о дядюшке Скрудже, но для анимационной версии было придумано несколько новых персонажей, а облик и характеры уже существующих подверглись изменениям. В первый год у нас показали 52 серии, спустя несколько лет – еще пару десятков. Все же остальные эпизоды российские зрители смогли увидеть уже в 2000-х годах с другой озвучкой, в которой многим героям вернули их англоязычные имена, а новые актеры не идут ни в какое сравнение с гениальными Воеводиным, Волынцевым, Суховерко. Ладно, что песню оставили. Продолжение утиных историй на следующей неделе. А теперь Чип и Дейл спешат на помощь. Чип и Дейл спешат на помощь в США вышел через год после утиных историй и показывался обычно в паре с данным сериалом, как и у нас. Основан он на короткометражных мультфильмах про Плута и Дональда, в которых присутствовали два бурундука. Для сериала им дали голоса, одежду, профессию спасателей и много друзей и врагов. Обычно истории имеют детективный или фантастический сюжет. Чип и Дейл в компании с Гаечкой, Рокки и Вжиком противостоят коту Толстопузу, сумасшедшему ученому Нимнулу и другим преступникам. В России в 1991 году были показаны 52 серии. Оставшиеся же 13, как и в случае с утиными историями, были озвучены в 2004 и даже получили третью русскую песню. В первой пелось Чип-Чип-Чип и Дейл к вам спешат, Чип-Чип-Чип-Чип и Дейл лучше всех. Во второй Чип-Чип-Чип и Дейл зоркий глаз и острый коготь. А в третьей Чип-Чип-Чип-Чип и Дейл вам помогут, Чип-Чип-Чип-Чип и Дейл это могут. Продолжение приключений Чипа, Дейла и Утят в следующее воскресенье. Когда в начале 90-х в России появилось огромное количество товаров из-за рубежа, особый культовый статус имели жевательные резинки. Они же бубль-гумы или просто жвачки. Советские мятную, апельсиновую, клубничную и кофейный аромат от фабрики Ротфронт быстро потеснили Дональды, Типи-Типы и прочие бомби-бомы. Под красочными упаковками западных баб-булгамов прятались довольно безвкусные, в основном турецкие жвачки, но главное было не это, а волшебные, ранее не виданные, вкладыши. Они были предметом коллекционирования, обмена, даже показывали социальный статус. Особой ценностью пользовались вкладыши из Турбо и Лав-Из, а также наклейки с кадрами из фильмов и сериалов, которые налеплялись куда угодно, в основном на холодильник или мебель. Другой предмет собирательства – баночки из-под газировки. Они обычно ставились на шкаф, чтобы все их видели. Родителям почему-то это не нравилось, зато нравились игрушки из киндер-сюрприза. Данные шоколадные яйца с игрушкой внутри были придуманы в Италии в 70-е годы. Первой коллекцией рекламируемой по телевизору в России стала Лео Вентурас, проливов на природе. Наибольшей же любовью пользовались хэппи-хиппос – бегемотики на корабле. Название киндер-сюрприз у нас стало нарицательным, и так в народе именовались и другие шоколадные яйца. А еще стали доступными и вовсе неслыханные ранее вещи. Особенно популярны были шарики и лизуны, которые кидали на любую плоскую поверхность типа стены или потолка. На месте контакта оставались жирные пятна, за что всех и ругали родители или учителя. И пружинки-радуги, которые можно было перебрасывать из руки в руку и спускать по ступеням лестницы. У нас мало кто знал их английское наименование – «слинки», и то, что в США они продаются с 1943 года. Также мало кто видел нерадужные пружинки, хотя изначально они были черные. К началу 90-х у нас уже пару лет был магнитофон «Карпаты». Мы любили на него записывать песни из деснеевских мультиков, разные рекламы, придумывать свои передачи. Кассеты же покупал старший брат, поэтому в детстве мне приходилось слушать кино, Нана, Кармен и всяческих Ветлицких и Апиных. Брат был настоящим фанатом Виктора Цоя, поэтому особенно много кассет было с альбомом и группой кино. На фоне попсы они выделялись необычной музыкой и непонятными для меня текстами. Я долго пытался понять, что же такое «алюминиевые огурцы» на брезентовом поле. Созданная в 1989 году группа Нана была первым отечественным бойсбендом, если не считать таковым «Ласковый май». Из-за отсутствия какого-либо выбора на нашей эстраде. Данный коллектив слушали не только девочки-подростки. В 1991 году определился и золотой состав. Владимир Левкин, Владимир Политов, Владимир Осимов, Вячеслав Жеребкин. Экзотик-поп-дуэт «Кармен» образовался в 1989 году. Его участники Сергей Лемах и Богдан Титамир. Первые же песни группы стали настоящей сенсацией. И «Кармен» по праву можно назвать самым модным коллективом начала 90-х. Движения их танцев повторялись всеми подростками, а песни учились наизусть. Почему-то многие считали стилем группы рэп. Наверное, потому что настоящий стиль было довольно сложно определить, так как «Кармен» взяли в свое творчество все, что было модным на рубеже десятилетий. В 1991 году Титамир покинул проект, что не помешало группе продолжить свое существование. Жива она и по сей день. Это был год 1991 в проекте «Мои 90-е». Впереди новый год и новые события. С вами был Эмрум. Увидимся на канале Атвинтаж. Херший Кола. Вкус победы.